Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 6.00 по GMT данные по уроничным продажам Англии и в 12.30 по GMT заказы на товары длительного пользования. Еще один важный отчет из США, который точно сможет повлиять на динамику доллара. После выхода вчерашних данных PMI по активности в промышленности и сфере услуг США мы убедились в том, что рынок готов внимательно анализировать статистику, готов получать сильные макроэкономические данные и после этого сразу же переоценивать шансы на смягчение американской монетарной политики. Собственно, сильные релизы вчерашнего дня и поддержали рост доллара. Мы прогнозировали то, что американская валюта индекс доллара сможет восстановиться в район 105 пунктов. Именно это и произошло. Самое главное, чтобы теперь эта планка удержалась и американская валюта при поддержке последующих фундаментальных отчетов и дополнительных комментариев представителей финализировок, которые, надеюсь, будут носить такой же истребиный налет. На этом фоне доллар сможет уже вернуться к прежним максимумам, на которых мы наблюдали этот актив еще несколько недель назад. Индекс доллара текущей котировки 105, как я уже отметил. В рамках всей этой недели до того, как вышли данные по индексам активности, мы разбирали риторику представителей Федрезерва. Опять же, тезисно, я думаю, вы все прекрасно помните. В среду вышли протоколы последнего заседания американского регулятора. Они снова нам указали на то, что ФРС сделал ставку на выжидательную позицию и на то, что в текущих условиях лучше просто оставить все как есть. Торопиться не нужно, потому что последствия негативные, более раннего снижения процентной ставки могут превзойти те последствия, с которыми столкнется американская экономика, если пока что удержать процентную ставку на том уровне, на котором она находится. И по мнению представителей американского регулятора, на достижение цели по инфляции понадобится гораздо больше времени. Согласитесь, эти тезисы, по сути, то, что мы слышали от Павла во время его пресс-конференции на заседании, которое состоялось в начале этого месяца. Поэтому в целом ничего нового, наверное, они нам не привнесли. Я надеюсь, для вас не было новой информации. Но вот этот вайп и рыночный настрой того, что ФРС как единым фронтом сейчас действует, ни одного представителя американского регулятора мы не слышали с точки зрения того, что он поддерживает идею более раннего снижения процентной ставки или того, что прям обязательно нужно начать снижать ставку в сентябре. Большинство из них за то, чтобы последить дальше за фундаментальными отчетами, подождать больше макроэкономических релизов по инфляции, прежде всего, и рынку труда. И только после этого прийти к выводу, достаточно ли этих отчетов, чтобы быть уверенными в устойчивом ослаблении инфляционного давления. Еще несколько месяцев назад рынок был уверен, что в начале, точнее, к концу этого года американский регулятор снизит процентную ставку пять раз. Сейчас это уже максимум два раза. Но мне кажется, что до конца этого года все, что сможет позволить себе ФРС, это пойти на одно снижение процентной ставки на 25 байсных пунктов. Вчерашние индексы. Активность в производственном секторе рос с 50 до 59. Сфера услуг 54,8, восстановление с 51,3. И это лучшие показатели практически за год. Не разочаровали данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Их число снизилось с 223 тысяч до 215. И, безусловно, это очень сильный фундаментальный фон, который точно внесет свою лепту в показатель ВВП и усилит рыночное ожидание того, что американскому регулятору, может быть, и не стоит снижать ставку в сентябре. В качестве доказательства этого вероятность снижения ставки в сентябре на 25 байсных пунктов по версии FedWatch сейчас составляет 46,6%. Буквально вчера мы говорили о том, что это значение было в районе 49, чуть повыше. Картина меняется после выхода каждого значимого отчета. Сегодня произойдет то же самое. Заказан товар длительного пользования. Это не третий сортный релиз. Мы в понедельник к нему вернемся. Я надеюсь, что будет возможность мне констатировать еще один сильный отчет и еще большее снижение вероятности того, что американский регулятор пойдет на смягчение политики в ходе сентябрьского заседания. Я за рост доллара и эту идею транслирую, в принципе, уже очень давно хорошо, что покупатели смогли перехватить инициативу окончательно уже хотя бы под конец этой недели. Золото 2330 долларов за тройскую лунцию. Ранняя идея покупки этого инструмента выше 2400 долларов на фоне возросших геополитических рисков себя не оправдала. Давайте теперь искать снова интересные уровни по распределению трейдеров, по сентименту и при поддержке доп. фундамента. Но при текущем ралли доллара, я думаю, что следующей идеей, скорее всего, будет идея продажи рынка драгоценных металлов. Рынок нефти 81.10. Наша цель 80 долларов за баррель, но сентимент сейчас почти 80 процентов трейдеров находится в покупках. Поэтому я думаю, что одним долларом в плане развития нисходящей динамики в ближайшие несколько дней мы не отделаемся. Я предлагаю подтащить к более низким уровням целевой ренсир и обозначить его в диапазоне 76-78 долларов за баррель. Полагаю, что прийти туда сможем уже на следующей неделе. Доллар иена 157. Вот здесь важный уровень. Уровень рентабельности, как считают многие инвестор-банки, когда нейтрализуется эффект от высоких зарплат, от роста зарплат за счет девальвации иены. Посмотрим, что предпримет дальше Банк Японии. Но, на мой взгляд, существенно выше этого уровня мы уже не уйдем. А если будут предпосылки за диры пары выше, то точно в игру вмешается Банк Японии с валютными интервенциями. Биткоин 67 800. Но есть позитивные новости. Это одобренный ETF на эфириум. Поэтому в плане реакции биткоин нам кое-что задолжал. Ждем развития бычьей динамики сегодня и на ближайших выходных. Восстановление выше 70. Думаю, что это неизбежно, особенно при таком новостном бэкграунде. Британская валюта против доллара 1,2690. Наконец-таки фунт оступился. Хочется верить в то, что причиной этого выступления не только укрепление американского доллара, но еще и статистический фон, который сейчас снова повысил вероятность того, что Банк Англии пойдет на смягчение экономической политики, если не в июне, то в августе. По поводу вчерашних макроэкономических отчетов, производственный сектор показал значение лучше, чем ожидали эксперт. Но вот сфера услуг снизилась с 55 до 52,9. Это худший показатель за последние 6 месяцев. Вероятность, как я уже отметил, снижение ставки в августе значительно подросла и сейчас составляет больше 70%. Перспектива смягчения экономической политики в Англии, что в любом случае произойдет раньше, чем в рамках американского регулятора, создает условия для того, чтобы фунт постепенно и дальше слабел. Но признаю, что очень многое зависит от доллара. Главное, чтобы покупатели не растеряли инициативу. Дальше рост американца будет способствовать ослаблению рисковых инструментов. И американский фондовый рынок, S&P 500, 5300 пунктов скорректировались на фоне снижения вероятности смягчения экономической политики в США. Но не забывайте, друзья, мы по фондовому рынку неоднократно сталкивались с коррекцией. Фондовый рынок США – это такая среда, которую нужно обязательно использовать для открытия длинных позиций на каждой существенной коррекции. Наша цель 5500 пунктов, и пока мы не доберемся до этого уровня, разумеется, от длинных позиций отказываться мы не будем. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока!